Привет! Сегодня я хотела бы с вами поделиться экономным рецептом куриных котлеток из куриного филе, которого примерно хватит на неделю. Почему на неделю, объясню чуть попозже. Здесь у меня порезано примерно где-то килограмм куриного филешки. Порезала очень мелко, как вы можете видеть. Что нам для этого понадобится? Нам понадобится для этого 2 яйца, вегетто, чесночный порошок или просто измельченный чеснок и майонез. И еще нам понадобится мука, но мука нам понадобится в самом конце, когда котлетки уже отстоятся для закрепления. Так, что мы делаем? Мы разбиваем 2 яичка. Добиваем 2 яичка. Это идет примерно на килограмм куриного филе. Я беру примерно так, примерно 2 яичка. Так, дальше. Так, дальше мы берем бигетту. Бигетту я, можно сказать, сыплю на глаз. То есть, здесь примерно 1 столовая ложка. Можно еще чуть-чуть добавить, так как много здесь этих. Но мы не забываем, что не надо сильно много солить, потому что мы будем добавлять еще майонез. А майонез у нас, как правило, соленый. Значит, мы добавим еще чуть-чуть. Ну, я сыплю на глаз. Вот. Лучше не досолить, чем пересолить. Все размешиваем. Можно это делать руками, можно делать ложкой, но если не хочется пачкать руки, то можно делать с ложкой. То есть, мы как тщательно все перемешиваем. Добавляем, берем, если сахарную пудрю, то берем где-то примерно столовую ложку. Ой, не сахарную пудрю, извините, чесночный порошок. Я уже заговорила, задумалась о десерте. Давайте где-то столовую ложку добавляем. Добавляем столовую ложку. Чесночный порошок нам нужен для запаха. Для того, чтобы был вкус чеснока. Можно добавить еще чуть-чуть, если на килограмм, то примерно, может быть, это полторы ложки. Полторы ложки, потому что чеснок, он дает очень такой запах яркий, то есть, как бы выраженный, потому что, когда он постоит, он будет еще сильнее пахнуть. И добавляем майонез. Добавляем майонез так, чтобы его хватило примерно пол пачки, потому что они должны, куриное филе хорошо должно припитаться майонезом, потому что основа этого блюда это майонез. Вот так вот мы добавляем майонезик. И как следует перемешиваем. И даем, после того, как мы перемешали все, даем настояться где-то либо 2 часа, если надо сегодня готовить. Если не к спеху, то может блюдо в холодильнике стоять где-то около недели. Каждый день, дабы приходить с работы. и доставать куриный фарш, вот этот вот, котлетки. И делать котлетки, обжаривать гарнирчиком быстренько. Пожарить готовятся они очень-очень быстро. Очень вкусные, очень сытные, очень легкие, очень экономные. Ну вот и все. Спасибо за внимание. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok